Что не день, то представление, причем опасное для жизни. С пожарной сиреной, дымом, испуганными зрителями и огнеборцами. Так жители сургутской многоэтажки уже третий месяц борются с тайным поджигателем мусора. Но пока безуспешно. Подключились сотрудники управляющей компании, полицейские и пожарные. Теперь у всех одна цель найти злоумышленника. Что это, детские шалости или соседские игры? В ситуации пыталась разобраться Елена Коткова. Для жителей сургутской многоэтажки это уже привычная картина. Так раз в день сюда стабильно приезжают пожарные. Тушат мусоропровод и снова на вызов. И снова в нехороший подъезд. Все это походит на чью-то жестокую шутку. Жители опасаются за собственную жизнь. Конечно, страшно. Во-первых, в квартире дышать нечем, и задыхаешься. И с астмой, как говорится, и с давлением, и совсем тяжело. Мы обращались в УВД города Сургут. Нам отказали в возбуждении уголовного дела, так как нет установленного лица, кто это делает. Да. И обращались в департамент городского хозяйства. Должны вот приехать еще раз в воскресенье. Перед их приездом, ука, конечно, нам тут все подделали. Даже мусорные баки поменяли, которые расплавились. Но помахали головкой и уехали. Тем временем полицейские уже начали проверку. Но все как в детективном сериале. Преступления совершаются в данном случае. Каждый день горит мусор, а виновник все не найден. Жители нехорошего. Подъезду уже собирают деньги, чтобы установить видеокамеры на всех 17 этажах. И, собственно, ручно найти поджигателя. С твоей стороны делают. Пожарная безопасность работает. Все у нас все срабатывает. Это кто-то бросает в мусорный контейнер, в мусоропровод, какие-то поджигающие средства. А выбрасывать мусор на улицу нельзя по закону. Контейнеры должны стоять в 20 метрах от жилых домов и детских площадок. Такой территории здесь просто нет. Вот и получается замкнутый круг. Сургутяне каждую ночь выходят на дежурство. Ведь непонятно, на каком этаже пламя вспыхнет сегодня.